Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как складывается рынок пассажирских перевозок в городе Владивостоке. Ну вот слово «рынок» вас может отпугнуть, поэтому я поставлю вопрос иначе. Дело в том, что региональное управление Федеральной антимонопольной службы давно контролировало деятельность администрации города Владивостока в том, что администрация, видите ли, создала муниципальное предприятие пассажирских перевозок. И вот суды были то в одну пользу, то в другую, но вот теперь последнее решение суда таково, что в ПАПАД, то есть Владивостокское предприятие автоперевозок, в ПАПАД может просто сейчас работать для себя в убыток. Потому что решение было такое – прекратить субсидировать городской транспорт и городское предприятие в городе Владивостоке. Я правильно сказал? У меня есть юрист, сейчас потом всех гостей покажу. Я правильно сказал? Ну почти правильно тогда. И мы хотим разобраться сегодня с этой ситуацией, потому что вы прекрасно помните, что лет уже, наверное, 5-6 назад город стал закупать большие, новые, красивые немецкие автобусы, и они стали на линии. И вот чтобы они появились на линии, вот именно поэтому мэрия и создала муниципальное предприятие. Потому что все предыдущие усилия мэров города Владивостока, всех, кто бы они ни были, начиная с Черепкова и кончая его от Пушкалева, его в первых лет, они показывали следующее. Мэрия требовала от частных перевозчиков, чтобы перевозчики ставили новые, хорошие, правильные автобусы на линии, чтобы автобусы ходили регулярно, чтобы пассажиры были довольны. Но ни разу ни у кого из этих мэров этого не получилось. Один из мэров даже хотел, помнится, ввести форму специальную, единую, чтобы водители наши были в перчаточках, фражечках и в рубашечках с галстуком. Этого не получилось. И поэтому лично я считаю, что Игорь Пушкарев вот 7 лет назад просто вынужденно для себя решил сознательно войти на рынок автобусных перевозок в городе Владивостоке. Создал этого мощного игрока в попад. И этот мощный игрок, на мой взгляд, опять-таки, ситуацию переломил. И последние несколько лет вы видите, что и частные перевозчики закупили новые автобусы и стали работать более или менее прилично. Ну вот, чтобы разобраться во всей этой ситуации, у меня сегодня очень много гостей. Я их, наверное, буду представлять по мере того, как они будут говорить, иначе мы запутаемся. Ну, начнем мы, наверное, с директора, с начальника управления транспорта администрации города Владивостока. Денис Александрович Ещук. Денис Александрович, на Ваш взгляд, насколько сегодня перевозки в городе Владивостоке отвечают слову «цивилизованные перевозки»? Вот как, допустим, в каком-нибудь приличном китайском городе или в городе Москве? На сегодняшний день в городе Владивостоке перевозку пассажиров осуществляют 14 автотранспортных предприятий. И одно из них муниципальные? Да, одно из них муниципальные. То есть 13 чертова дюжина плюс мы муниципалы, так? Да. Перевозку осуществляют, опять же таки, на основе проведенного конкурса. В 2016 году предприятия конкурс выиграли. На данный момент осуществляют перевозку по регулируемому тарифу. Это 21 рубль сейчас? 21 рубль. Муниципальное предприятие в ПАПАД-1. Никита Александрович, вы сильно тяжело вздыхаете. Давайте вот, мы все озабочены судьбой рынка. Давайте немножко чуть-чуть изменим тональность. Еще раз задам вопрос. Как вы оцениваете, цивилизованный рынок или не цивилизованный? Вот удалось силами мэрии, силами перевозчиков создать или еще чего-то нам не хватает? На ваш взгляд? Безусловно, мы, проводя конкурс, все-таки приблизили к цивилизованному рынку наши перевозки. Ради этого он и проводился, правильно? Да, безусловно. То есть, опять-таки, мэрия для того и создана, чтобы навести порядок на этом участке и создать максимум удобства для пассажиров, для жителей города. Резонно. Мэрия это пытается делать. Но вот решение УФАС. Ну, здесь, мне кажется, ситуация предельная, понятная. Последние годы все-таки у нас государство взялось, собственно, за перевозки. Мы по телевизору часто видим, вот последняя авария была с железнодорожным переездом. Автобусы эксплуатируются в стране далеко за 10 лет. Это проблема не только в Владивостоке, но и в целом по стране. Последнее заседание Госсовета по транспорту, где президент поставил четкие задачи. Привести рынок пассажирских перевозок к цивилизованному уровню. Так, вот слово цивилизованное я же не зря употребил. Да, потому что, во-первых, это безопасность перевозок. Люди, войдя в автобус, должны чувствовать себя спокойно и безопасно. Все те частные перевозчики, которые сегодня числом 13 компаний в городе Владивостоке, они все этим требованиям удовлетворяют, хотя они выиграли конкурс? Нет. Нет? К сожалению, не все. Да, у нас есть компании, которые имеют положительный опыт по обновлению транспорта за 15-16 год. Вот две компании у нас обновились на 95-98%. А есть компании, которые эксплуатируют транспортные средства, которые возрастом уже далеко за 12 лет. Ничего себе. А как же тогда они выиграли этот конкурс, если у них такие автобусы, которые явно требованиям цивилизованности не отвечают? Или они обещали под будущее? Что произошло? Ну, безусловно, обещали обновиться. Ну, и на данный момент все-таки в городе то количество автобусов, которое оно, собственно, и есть. Завозились автобусы в далеких 2000-х годах. То есть они уже, конечно, свой ресурс исчерпали. Хорошо. Тогда я вот вашего коллегу, моего тезку Андрея Владимировича Мурзакова спрошу. Он тоже представитель транспортного управления. На ваш взгляд, что происходит на рынке пассажирских перевозок? Насколько вот мы можем говорить, что он стал хорошим, образцовым или нам еще далеко до этого уровня? Добрый день. Ну, вот как сказал Денис Александрович, действительно, есть перевозчики, которые стремятся обновить свой пассажирский состав, которые обновляют его санитарное состояние в водителе. То есть, ну, действительно, приближаемся к мировому, да, к хорошему уровню обслуживания пассажиров. Но, естественно, есть и те перевозчики, которые, ну... Понятно. То есть вы повторяете тезис, уже сказанный вашим начальником. Вы хороший сотрудник транспортного управления. Давайте я еще по-другому спрошу. Создание в ПАПАД. Вот как сейчас можно оценить? Вот же 6 или 7 лет оно работает, да? Оно повлияло на рынок и вообще на ситуацию во Владивостоке? Или этот опыт можно признать неудачным? Потому что у нас в стране есть разные города, где ситуации по-разному складываются. Где-то муниципалитеты держат свои муниципальные предприятия, а где-то, как в Хабаровске, их уже и нет. Вот в Владивостоке то, что сделала администрация во главе с Игорем Пушкаревым 7 лет назад, когда они стали закупать новые автобусы. Как это повлияло на всех, на нас? Ну, во-первых, муниципальные автобусы, да, их ПАПАД вышел на конкурсы исключительно на социальные маршруты. Те, которые необходимы были, которые, ну, как сказать, нерентабельные для перевозчиков. Понятно. Перевожу на русский язык. Это означает, что мэрия отдала лучшие маршруты частным перевозчикам, где они зарабатывают деньги, а сама создала предприятие, которое в основном работает на убыточных маршрутах. Это, конечно, тоже правильно, но тем самым оно вряд ли повлияло сильно на рынок перевозчиков. Или нет? Или я не прав? Нет, здесь немножко не так. При проведении конкурса каждый перевозчик мог выйти, заявиться на любой лот. И на любую линию? И на любую линию, да. То есть, получается, один перевозчик заявился на один лот, да, на одни маршруты, ПАПАД на другие, на третий. Кто-то выиграл этот маршрут в зависимости от поданных заявок, да, и от предъявляемых критерий, да. Кто-то проиграл этот маршрут. Но вот ПАПАД, основные у него маршруты, где-то, ну, процентов, наверное, 65. Это те маршруты, которые социальные. Еще раз, я хочу понять. Так мы, казна города, городской бюджет, город Владивосток создал муниципальные предприятия и сознательно сказал ему не участвовать в выгодных маршрутах, да. Они даже не подавали заявки на те маршруты, где бы это предприятие могло богатеть, зарабатывать и развиваться. И оно ушло с этого центрального рынка на какие-то вот совершенно второстепенные данные маршруты, где автобусы нужны, но на них почти никто не ездит. Нет, немножко не так. Для всех были одинаковые условия. Для всех были одинаковые условия. На всех лотах были и, как называемые, такие нерентабельные маршруты, да, рентабельные. Понятно. То есть, их немножко противили. Конечно. Понятно. Владимир Алексеевич, у нас еще здесь директор в ПАПАД-1, Владимир Алексеевич Здоровец. Давайте тогда уже я вас спрошу. Как давно вы возглавляете предприятие? С самого начала? Ну, во-первых, всем добрый день. Да. Предприятие возглавляю не с самого начала. Я стал исполнять обязанности, я стал в марте месяца этого года. Ага. А уже утвержден в должности директора 27 июля этого года. Давайте я вас спрошу, как вы оцениваете влияние вашего предприятия на то, что творится с автобусными перевозками или с пассажирскими перевозками в нашем городе? Я, значит, хочу немножко вернуться в историю. Давайте вернемся. На должности, как я сказал, я обозначил те периоды, как я работал. Но с перевозками по городу Владивостоку пассажирскими я столкнулся с 2013 года, когда образовывался попад номер 3. Это вот как раз куда целенаправленно были закуплены фольксвагены, или как их называют, лоуидоры, крафтеры. 99 штук. И вот с этого момента я уже начал более как-то так смотреть, как же у нас развиваются пассажирские перевозки, и что дают именно муниципальные предприятия. Муниципальные предприятия, я хочу сказать, здесь вот задавали такой вопрос. Они, конечно, сыграли свою роль именно по культуре, по обновлению парка коммерческими перевозчиками. В связи с тем... То есть они подняли планку, на которую должны были все реагировать? Да, они стали реагировать, потому что им нужно было подтягиваться, скажем, по ту ситуацию, что в попаде новый автобус. В любом случае они понимали, что наступит тот период, когда они просто не смогут выйти на конкурсы и всего остального. Но это уже условие, которое создает администрация города, задавая вот эти конкурсные положения. Иметь новый парк, ремонтную базу и так далее, и так далее. Что касается... Вот здесь я прозвучал вопрос. Я хочу сказать так. Убыточно, не убыточно. Дело в том, что с образованием муниципальных предприятий, то есть ПАПАД-1, ПАПАД-3, которые были, в принципе, они сразу были убыточными. Это плановое убыточное, что называется, в советской экономике было положение. Ну, я сейчас не буду даваться полностью такие подробности. Это надо уходить очень глубоко. Хорошо. Но было сказано одно. Я считаю, что немножко не точно ответили сотрудники управления транспортом. А давайте мы их поправим. А у нас свободное радио, а мы сейчас все вытащим, они потом сами покроются. Это вообще-то мое субъективное мнение. Может, конечно, я и ошибаюсь, но именно муниципальное предприятие по перевозчикам города Владивостока, оно создавалось с одной целью. Чтобы как можно больше и качественно сделать перевозки пассажиров в городе Владивостоке на самых социальных маршрутах. Потому что коммерческий маршрут, да. Все-таки коммерческий перевозчик туда не пойдет. И у нас такие опыты уже есть, понимаете. Что делали тестирование и пытались, чтобы коммерческие перевозчики поработали на наших маршрутах. Это было в 2016 году. Но, к сожалению, они все поуходили. Потому что им это не выгодно. Хорошо. Вот поскольку мы стали говорить, вернее, это я стал говорить, об выгодности маршрута или убыточности маршрута. На ваш взгляд, на ваш взгляд, Ирина, у вас, наверное, цифры есть. Сколько вот ваше предприятие платит, возвращает в казну города налога МДФЛ и прочее, прочее. В вас вкладывает город. И сколько вы возвращаете? Сколько мы возвращаем? Ну, да. Ну, смотрите, если брать такую статистику, то ежемесячно мы платим налогов во все инстанции, которые положены, да, во все налоговые. Это более 6 миллионов рублей. То есть в квартал у нас выходит 18 миллионов рублей. Да, есть свои трудности в связи с тем, что, как я уже говорил, у нас мы обслуживаем 18 маршрутов, из них 16 убыточных полностью, и только 2 маршрута везут какие-то деньги. Здесь, конечно, нам администрация города Владивостока очень сильно помогала, вот то, что я говорю, выделяла какие-то субсидии. Хорошо. Но, к сожалению, то, что сейчас было озвучено... То есть решением суда арбитражного теперь в этих субсидиях... Она нас поставила очень в сложное положение. Администрация и Дума города Владивостока она всю эту проблему понимает и поддерживает, и знает, что надо, потому что тариф, который устанавливается за последние 2-3 года, он экономически необоснован. Сейчас, Георгий Ильич, я вас перебью, да, я хочу еще раз вернуться. Значит, вы сказали, что 6 миллионов в месяц в ПАПАТ платят платежи в разные уровни бюджета Владивостока, видимо, региональные. И региональные. Сколько в среднем автобусов ПАПАТа перевозит пассажиров? В среднем. Значит, по нашим статистическим данным, 450, по-моему, один. 451 человека? Да. Это один автобус за смену. Это в среднем, то есть включая те маршруты, где мало людей, поэтому они невыгодны. Я правильно понимаю? Это все маршруты. Хорошо. Теперь просто у меня есть справка, таинственным образом ко мне попавшая, которая говорит о том, а сколько перевозят людей в среднем в день те предприятия, которые частные, которые стоят на выгодных маршрутах. Значит, я просто еще раз подчеркну. По словам представителей ПАПАТ, около 450 человек в день ездит на убыточных или средних маршрутах в ПАПАТ, а вот частник, который стоит на коммерчески удачных линиях, показывает такие данные. 139 человек в день за целый день проехали в автобусе ООО ВАК. Причем это большая цифра. Еще больше только есть ООО Ространс, там аж 182. А другие, уважаемые компании, говорят 80 человек, 83, 52, 40. И в среднем получается 125 примерно, или около 100 человек у частного перевозчика и 427 у муниципального. На мой взгляд, эти цифры говорят только об одном, что частный перевозчик скрывает правильную отчетность и не показывает, сколько денег получает его водитель автобуса. И вот здесь, конечно, я сейчас перейду к нашему представителю юридического цеха, а точнее представителю правового управления администрации города Владивостока. У нас есть Мария Викторовна Филимонова. Мария Викторовна, вот вы как юрист, наверное, готовили, или ваша служба готовила разные документы для того, чтобы торги прошли, чтобы документы в суды пошли. Вот на ваш взгляд, когда мы имеем, с одной стороны, решение УФАС, который говорит, что решение УФАС какое? Город Владивосток неправомерно действует, неправомерная конкуренция на рынке пассажирских перевозок. А цифры говорят, что убыточное предприятие муниципальное перевозит в 4 раза больше людей, чем высокопроизводительный частник. Как вы это прокомментируете, как юрист? Может быть, нам нужно куда-нибудь попросить УФАС тоже какие-нибудь справки подобрать и посмотреть, а сколько налогов и платежей этот частник платит вообще и в казну города, и в другие бюджеты, потому что иначе это необъяснимо. Иначе, мне кажется, что УФАС, как раз вот решение УФАС стимулирует недобросовестную конкуренцию в городе Владивостоке. Но это моя точка зрения. Мария. Всем здравствуйте. Молодец. Здравствуйте. Как прокомментировать? Прокомментировать я могу только одно. На территории всей Российской Федерации, нашего государства идет политика о субсидировании, о поддержке муниципального транспорта, муниципальных отраслей развития. Вы это сейчас серьезно говорите, что везде муниципалитеты стараются создать свои предприятия? Я надеюсь на это. Но изучив практику, да, есть нормы бюджетного законодательства, которые позволяют... Вот это другой момент, что законом не запрещено муниципалитетам создавать муниципальные предприятия. Законом не запрещено, на федеральном уровне, да, это разрешено. Более того, нам вменено это в обязанность создавать муниципальные предприятия для решения вопросов местного значения. Я немножко уточню, наверное, шире. И вот я трактую закон иначе, что сама администрация города, любого города, для того и есть в этом городе, чтобы жителям этого города стало лучше во всех отраслях, включая пассажирские перевозки, да? Да. Ну так и вот решение УФАС. Вот я считаю, что оно нарушает честную конкуренцию, потому что самого убыточного, самого выигрышного игрока, оно убирает с рынка. И там остаются 13, по крайней мере сейчас, частников, которые пока занижают в десятки раз, я так думаю, свои данные по выручке. Это означает, они вообще совершают уголовное налоговое преступление, как минимум, на мой взгляд. Так и что уж как-то есть. Ну, как минимум, налоговым службам надо присмотреться к этим частникам. А мы не можем поднять эти цифры по их платежам бюджета? Это невозможно получить? Вот мы знаем цифры, которые они дают по перевозкам. Это ведь, они их легально дают, да, получается? Они обязаны отчитываться? Да, они предоставляют отчеты. Они, конечно, не настолько раскрыты. Ну, при желании, конечно, можно все данные получить. Но ведь этим отчетам нельзя верить, на мой взгляд. И вот здесь никто не... Безусловно, эти данные нужно проверять. И почему вот здесь никто не хочет навести порядок, когда есть явное сокрытие платежей? Мария Викторовна, вот если бы вы были не представителем мэрии Владивостока, а просто вот юристом, вот как юрист, как бы вы это оценили, куда бы нужно было обратиться, чтобы, ну, регализовать этот рынок? Потому что мы говорим о том, что либо занижается число автобусов, либо скрываются какие-то другие исходные данные. И это явно преступление. Мэрия города, начиная с 2008 года, и до этого всячески пыталась легализовать этот рынок. Да, совершенно верно. Были проверки разные. Были проверки. Было разработано положение, муниципально-правовой акт о порядке заключения договоров на перевозке. К сожалению, это положение неоднократно оспаривалось управлением Федеральной антимонопольной службы. Ну, для того они и созданы, чтобы ваша юридическая служба была лучше, чем их юридическая служба. Да, такая парадоксальная ситуация, что мэрия пытается легализовать, а Управление Федеральной антимонопольной службы этого, к сожалению, не дает. Она говорит, да, не весть, они сами разберутся. Но мы же видим, что 25 дикого рынка в нашей стране показало, что на самом деле сам рынок никогда не разберется. Чем выгоднее скрывать, значит, они тем больше будут скрывать свои доходы. То есть мэрия создала всю правовую базу, на ваш взгляд? Полностью отработанная, которая прошла судебной инстанцией. То есть наш порядок о заключении договоров был признан судом законным, обоснованным. Здесь мы, можно сказать так, победили антимонопольную службу. Это арбитраж города Владивостока, да? Вплоть до федерального арбитражного суда города Владивостока. Они получают приоритет в отношении техническом. И там говорится, что неправомерно такое положение администрации создавать, потому что нельзя указывать предприятиям, что у них должна быть сертифицированная ремонтная база, что должны быть автобусы первой категории и прочее, прочее, прочее. Я вообще не понимаю, а что может город регулировать своими положениями? А, Мария Викторовна, как вы думаете? Ситуация типичная по стране. Везде УФАС пытается вот таким образом трактовать это положение о честной конкуренции. То есть не лезьте никуда, никак. Мне кажется, здесь вопрос надо задавать УФАСу. Так я рад бы им задать. Мы тоже ему задаем этот вопрос в суде, но... А они стоят с ледяными лицами и говорят... Да, мы нарушаем конкуренцию. Вы нарушаете закон. Да, нарушаете закон. Мы говорим о том положении, которое складывается на пассажирских перевозках в городе Владивостоке. И сейчас те, кто ездит на автобусах... А все-таки есть такие люди в нашем городе, кто ездит на автобусах. Они ведь знают, что в нашем городе... Сколько стоит билет? 21 рубль. А где еще в городах России такая стоимость проезда на автобусе? Вот в Хабаровске сколько стоит билет? 28 рублей. В Хабаровске 28. В Петербурге 40, по-моему, да? 40. Если не больше. 40, да? В Москве 56, по карте 90 минут. То есть мы переходим к очень важному моменту. Я хочу понять... Ну, вот простой вопрос. А кто этот тариф устанавливает? Это же не решением администрации города, да? Это есть специальная региональная комиссия по тарифам. Она при администрации края. Она вот на все тарифы ставит. И вот они решили, что это 21 рубль. И сколько уже не меняется этот тариф? Ну, тариф нам поменяли в декабре прошлого года. А был он сколько? 20. 20 рублей. 20, 21. До этого, я помню, 17 было, да? Как они считают? Вот это же на уровне себестоимости должны хотя бы? Нет, если... Как они считают? Если считать все-таки экономически обоснованный тариф, он будет, естественно, гораздо больше, не менее, наверное, 35 рублей. Денис Александрович, я еще раз уточню. А администрация города, вот ваше управление просчитывала, да, расходы перевозчиков и вот обоснованный тариф? Это ваши цифры? Или чьи это цифры? Это цифры, прежде всего, перевозчиков. То есть, если взять цифры, каждое предприятие у него свои расходы. Ну да, в среднем. Да, каждое предприятие подает в департамент по тарифам свои информации. Ну вот, в среднем, где-то около 30-35 рублей. Это та цифра, которая обоснована. То есть, и даже в этом плане, это все равно меньше, чем в Петербурге, чем в Москве. То есть, наши перевозчики как-то очень скромно. Я помню, было время, не помню, при каком мэрии, когда перевозчики время от времени устраивают вообще что-то не забастовки, требуют этот тариф решительно поднять. Но им, по-моему, мало чего удавалось, да? Да, это на последней очередной забастовке им подняли, по-моему, на 3 рубля. То есть, с 15 подняли до 18 рублей. Это было уже сколько лет, 5 назад больше? Да, где-то так. Ну, вот вы опытный человек, вы руководите транспортным управлением. Ответьте мне на простой вопрос. Как вы думаете, если тариф не обеспечивает затрат, то, может быть, именно этот механизм и заталкивает частных перевозчиков в то, что они не показывают свои доходы? Отчасти, конечно, да. Не потому, что они совсем такие плохие, я говорю, преступление-преступление, а потому, что на этом тарифе они просто не выживут, даже если не будут все показывать. Они, наоборот, быстрее разорятся. Если они покажут все свои перевозки, они уйдут в минус тогда, если не будут с них платить налоги и деньги. Так? А в муниципальном предприятии именно поэтому оно, наверное, в минусы уходит. Так что оно и есть. Что скажет директор муниципального предприятия? Ну, в принципе, так оно и есть. Я как директор предприятия, да, вот когда мне профсоюзы тоже так немного показали цифры, которые вы озвучили, я сразу поставил себе два вопроса. Первый вопрос. А зачем же у нас в городе Владивостоке так много автобусов? А второе, да, ну, если они так мало перевозят пассажиров, я имею в виду, что создает хаос и движение на остановке и все остальное. Второй вопрос у меня, конечно, возник, то, что не скрывают, как вы говорите, да? Ну, я об этом судить не берусь, скорее всего, так оно и есть. Но всем нам тяжело, и мы пытаемся при данном тарифе выжить, хотя есть методика расчета тарифов. Конечно же. Чем пользуется, кстати, и должен пользоваться департамент по тарифам по Приморскому краю. Ну, я смотрю, на протяжении многих лет он этого просто не делает, не хочет себя утруждать, скорее всего. Не знаю, там какая-то отдельная тайная история, надо не разобраться. Но я хочу еще сказать, что вот в эти 21 рубль проезда еще вложены 3 рубля на обновление транспорта, что самое смешное. То есть они еще говорят... Ты еще должен обновить транспорт, да, на эти 3 рубля. И нам приходится, и коммерсантам, и нам приходится искать выходы и это как-то делать, потому что у нас другого выхода нет. Тем более наше предприятие, оно работает светлую по закону, потому мы немножко сейчас в такой ситуации есть. И если все-таки мы не сможем отстоять решение УФАС, то, конечно, предприятие будет в очень тяжелом положении. Ну, не буду скрывать. Практически будет ставиться вопрос, далее он будет существовать или нет. Хотя я считаю, что, и не только я считаю, да, и по России у нас, и эта практика идет, где кто внимательно относится именно к перевозкам по городу Владивосток, они возрождают муниципальную. И субсидии там идут очень хорошие. Я совершенно с вами согласен. Он должен быть. Еще раз скажу, что вот я посмотрел статистику и вообще материалы по стране. Практически во всех крупных городах мэрия пытается либо сохранить муниципального перевозчика, либо его создать. Правда, вот в некоторых городах оно создает его под видом ООО, а не муниципального предприятия, но не знаю, как они там с законом выкручиваются. Значит, еще раз. Мы говорим о тарифе. И мы говорим о том, что вот в таком городе, как Владивосток, мы знаем, сколько денег зарабатывают в целом на этом рынке в год, сколько вертится денег. Какие примерные цифры? Для сравнения в Черябинске, по их данным, 5-6 миллиардов рублей собираются на рынке пассажирских перевозок. Ну, Черябинск примерно такой город, как наш, может, чуть побольше. А в Владивостоке все задумались. Ну, смотрите, я могу добавить, я не могу полностью за год сказать сколько, как-то не утруждался этой мыслью, может, это и неправильно, да? Но, допустим, мы зарабатываем в месяц на выручке 18 миллионов. На убыточных маршрутах? На убыточных, то есть это выручка, это не прибыль. Не прибыль. Да, 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 я говорю, что это не вертится. Плюс еще 13 перевозчиков, ну, 18, как мне, 180, ну, наверное, 3-4 миллиарда здесь есть. То есть это вот есть за что конкурировать, да? Куда можно идти? Почему лет 10 назад бизнесмены стали покупать автобусы и ставить их на линии? Но следующий-то момент вот какой. Получается, что там, где муниципалитет, за которым внимательно следят, сохраняет свое предприятие, оно оказывается в самом невыигрышном с точки зрения экономики положения. Если сейчас решение УФАС вступает в силу, и в новом бюджете города Владивостока на 2018 год уже не будет строки о финансировании в ПАПАТа, это означает, что год-два и ПАПАТ просто разорится полностью. — Получается, что мы совершим такой круг и вернемся к тому, что было 15 или 20 уже лет назад, да? — Я могу сказать, здесь не надо будет ждать ни год, ни два. Это произойдет довольно очень быстро и так далее. Я не буду сейчас немножко это говорить в эфире, да? Но вопрос, скажем так. Дело в том, что, как мы говорили, социальные маршруты, они были убыточны. На данный момент мы несем только на маршрутах по перевозке 7 300. 7 миллионов 300. Убыток — это то, что топливо, амортизация, зарплата на тех маршрутах, где мы работаем по данному тарифу. Несет предприятие убытков 7 миллионов 300 тысяч. И, в принципе, когда создались муниципальные предприятия, эти долги, они так и были, потому что не покрывают прибыль, доход не покрывают тех убытков, которые всегда шел минус. И он накопился. Так вот, мы теряем в год где-то 80 миллионов с чем-то. И, в принципе, вот эта наша задолженность, она и составляет эту сумму. То есть, как минимум, одно из решений может быть все-таки региональная комиссия по тарифам. Еще раз, не знаю, почешет затылки, посмотрит на цифры, скажет, давайте, скажем, не 21 рубль, а 25 или хотя бы, или даже 30, если это экономически обосновано. И уже при 30 рублях и в попад не будет идти в минус, и те частные перевозчики, которые у нас есть, они не будут скрывать свою отчетность. То есть, и эти же деньги, они вернутся в казну города и в другие, ну, в бюджеты, потому что, я надеюсь, что частный перевозчик будет платить просто своих перевозок. Потому что, ну, не может автобус в день перевозить 40 или 60 человек. Это абсурд. Это просто абсурд. Так, тут Денис. Да я хотел бы немножко добавить. Слава Богу. На простом примере у нас есть город, наш побратим, город Хабаровск. Уже год в Хабаровске тариф регулирует сам перевозчик. Ага, есть же возможность федеральным законом дана всем останавливать свои тарифы, между прочим. Между прочим, да. Да, вот целый год компании ездили по тому тарифу, который они сами себе установили. Это 28 рублей, да? 28 рублей, да. Ну, естественно, на каком-то маршруте может быть 30, там, в зависимости от маршрута, в среднее 28 рублей по городу. Что это дало, Денис Александрович? Дало это положительный эффект в том, что за год в Хабаровске началось обновление транспорта. То есть люди заработали деньги на этом, они накопили их и уже могут покупать транспорт. Да. Так. Ну, если статистически посмотреть, то у нас в городе средний возраст автобуса 6-8 лет. Так. В Хабаровске в 2016 году средний возраст был 11-12. Так. Сейчас они приблизились к 10 годам. Ага, то есть они просто еще даже нас не догнали. Но в Владивостоке-то обновился парк почему? Почему? Потому что появился крупный игрок, сознательно созданный администрацией города Владивостока. Это было, на мой взгляд, абсолютно верное, может, даже единственно верное решение. Потому что можно сколько угодно призывать к совести частных перевозчиков, чтобы они обновляли транспорт. Они говорят, извините, мы не можем. И как ты вмешаешься в эту конкуренцию, когда у них за спиной стоит УФАС, а оно стоит перед вами. У них за спиной и перед вами. Что делать? Ну, понимаете, я опять же буду рассуждать как директор предприятия. Давайте. Это вообще правильно? Вы так все должны рассуждать? Я понимаю, что вот эти меры, которые мы приводили в Хабаровске, в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее, сколько стоит проезд, да? Изменение тарифа. Это все понятно. Но я так считаю, нам нужно всем жителям Приморского и края, особенно города Владивостока. Почему? Потому что тариф по городу Владивостоку не может равняться находке, уссурийскую, в связи с нашим рельефом, загруженностью и так далее. А вот сейчас единые дефицитуры, сколько городов? Да, единый. Единый? То есть во всем крае единый тариф, что в Арсеньеве, что в Уссурийске, что в Артеме, что и в Владивостоке? Да, на территории субъекта тарифа. То есть он посредненный. Так вот я к чему веду. Я веду к тому, что все-таки и потенциальные пассажиры, которые пользуются пассажирским транспортом, автобусом, он должен для себя понять, он хочет ездить на разбитых автобусах. Да не, 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 он этого явно не хочет. Где не соблюдаются безопасность перевозки пассажиров и не говоря уже все дальше. Либо он все-таки хочет пользоваться тем транспортом, который есть какие-то, так сказать, более-менее удобства, что он хороший, чистый, отвечает требованиям техническим. А это надо закупать. Так это я к чему говорю. Я говорю к тому, что надо просто немножко поменять себе в сознании, что нельзя, как говорится, вот даже берем 21 рубль, да, но нет возможности работать. То есть надо просто определиться. Я понял. И принять решение. Я понял. Конечно, некоторые из наших радиослушателей вспомнят, что при славном мэре Черепкове какое-то время транспорт был вообще бесплатный. Но я должен сказать, что это привело к тому, что он окончательно изогнулся. После этого всего. Но это отдельная история. Тут еще один есть интересный момент, который, мне кажется, помог бы предприятиям выйти из тени. Это попытка внедрения автоматизированного учета их доходов каждого автобуса с помощью платежей безналичных. То есть везде в мире, если мы идем за границей, теперь есть единая транспортная карточка. Везде в мире. Даже в Петербурге ты должен купить какой-то талон, либо карточку. Покупил на одну поездку, одна цена на три поездки. Такая цена на неделю дешевле, на три месяца еще дешевле. В городе Владивостоке что у нас произошло с попыткой внедрения таких вот транспортных карт? Кто мне может рассказать? Андрей Владимирович, Денис. Ну, у нас есть опыт с картами «Мой дельфин». Да. Проект, безусловно, хороший. Был? Нужный. Был. 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 Почему же он так резко накрылся, извините меня за это слово? Потому что я тоже ему сочувствовал, но у них не получилось. Скорее всего, я так полагаю, это чисто мое мнение, загнулся, наверное, из-за того, что у нас все-таки на территории Приморского края тариф принят единый. То есть не было подхода к определению гибкости тарифа. То есть при этом тарифе, даже вот эта карточка просто не рентабельна? Да, банк делал скидку 50 копеек за свой счет. Ага. Чтобы покупать так просто карточку, а нет? По опыту других регионов, все-таки за наличные средства расчет он дороже. Ну, что требуется, инкассация. За карту он дешевле. Если пассажир хочет сэкономить на поездке, ну вот на данный момент, если взять город Москва, пересадочная карта 90 минут, при покупке длительного билета максимальная скидка составляет 35%. То есть для москвича стоимость проезда будет 20 рублей. Да, да, да. Ну а сейчас можно ли сказать, что администрация готова внедрить эту систему на всех маршрутах в городе Владивосток? Или это тоже нереально? Сможем ли мы вообще поставить как условие для того, чтобы функционировал транспорт? Это реально? Все переходят на безналичный расчет. Это реально? Мы работу такую проводим. Единственное, надо будет все-таки определяться по тарифной политике. Тариф на перевозку, он должен быть... Понятно. То есть даже при этом тарифе это будет бесполезно, потому что это разорит все. Безусловно. Ясно. Что, по-моему, в Пападжи пытался одним из первых тоже целиком перейти на работу по безналичному расчету. Как там сейчас? Мы не пытаемся. Мы это делаем. Мы надеемся, что в ноябре месяце у нас уже в первой декаде будет презентация. Что вы будете понимать? То есть у нас установлено, как и безналичный расчет. Это будет и смартфонами, и карточками транспортными и так далее. Система очень интересная. И также будут кетчбоксы, которые мы водили и показывали. Кетчбоксы, да? Кетчбоксы, да? То есть, куда можно бросать монетку. Да, в связи с тем, что нам это выгодно, допустим, как и перевозчику, мы разгружаем водителей. Они уже не будут отвлекаться на расчеты, прием денег и так далее. И будут заниматься чисто своими обязанностями. Ну, а во-вторых, я не буду греха таить. Вот мы постоянно говорим про коммерческих перевозчиков. Я хочу сказать, когда разламывали государственную систему перевозки пассажиров, которая была на дотациях, и люди-водители поуходили в коммерческие, сознание потом этих водителей было очень трудно поломать. Но нам это удалось. Мы повысили где-то за 9 месяцев на 4 миллиона. То есть, сознание у водителей уже есть, они себе меньше, скажем так, что-то делают. Я еще раз понял. То есть, благодаря тому, что водители держатся за свою зарплату, они перестали брать в свой кардан те деньги, которые бросают пассажиры в кассы. Да, у нас в среднем водитель получает, ну, мало того, что соцпакет, всякие заинтересованности, общежития, в среднем 40 тысяч. А, кстати, вот, интересно, были бы такие данные по частным перевозчикам. Там около, по-моему, 20 тысяч я слышал. Нет, там несколько... Или меньше 20. Мне профсоюз как-то приводил одни данные. Там, по-моему, самую большую цифру я видел 17,5. Понятно. И здесь они скрывают. Очень простой вопрос и короткий ответ. Вот внедрение безналичного расчета, вы на этом сэкономите? Мы на этом сэкономим. Хорошо. Уважаемые друзья, я понимаю, что разговор чрезвычайно сложный, и мы многих сторон его не коснулись. Но я прошу сейчас каждого из вас, у нас осталось буквально полторы минутки, коротко сказать, что вы думаете нужно делать для развития пассажирских перевозок в городе Владивостоке, чтобы они были привичны, цивильны и цивилизованы. Андрей Владимирович, только вот ваше мнение. Варианты такие. Все, опыт в Попад признать неудачным на этом закрытии, все, дать нотку к участнику, ну и что вы скажете сами. В микрофон, пожалуйста. Ну, насчет Попада ни в коем случае. Попад, во-первых, себя зарекомендовал как грамотный, ответственный перевозчик с его автобусами. Вот если мы посмотрим, да, в городе, действительно, они ходят у нас чистые. Со стороны санитарии в автобус зайти, как бы, можно приятно, да? Да. Если сравнивать с другими перевозчиками, ну, перевозчика коммерческим есть к определенным и вопросы. Правильно. То есть, ваш вывод, если я правильно понимаю, так, вообще убрать частных перевозчиков, все сделать муниципальным. Я правильно вас понял? Ну, немножко не совсем. На сегодняшний день. Понятно. То есть, нельзя бить, правильно, топором и все, перевозчиков убрать коммерчески, не ставить Попады. Я пошутил, я пошутил. Мария Викторовна, ваше мнение? Вы же тоже иногда бываете пассажиром, я надеюсь, муниципального транспорта или только на машинах? Ну, не иногда, а регулярно. Ага, вы одна из тех, кто... Ну, давайте. Ваше мнение? Причем, именно на маршрутах Попады. Вот. Поэтому, ну, мое мнение, как юриста, все-таки, антимонопольный орган должен заниматься тем, чтобы вершить закон, а не судить закон. И не использовать... Красивая формула. Да, а не использовать закон для решения каких-то своих... Понятно. Спасибо, Мария Викторовна. Денис, спрошу вас. Ну, хотелось бы сказать, что все-таки на уровне государства уже закреплено законодательно. У нас есть новый федеральный закон по организации транспортного обслуживания населения. У нас введен единый стандарт на территории Российской Федерации по транспортному обслуживанию. Мы его будем, естественно, внедрять. То есть это не только пассажирские перевозки по железной дороге и авиационную, но это еще и в городах, да? Это конкретно в городах, да, по обеспечению транспортного обслуживания. То есть государство вернулось к кому-то регулировать эту свою работу? Да, к регулированию государство вернулось. В Попад нам нужен или нет? Безусловно. Это одна из государственных политик на данный момент. Понятно. Это тенденция, которую вы угадываете. Хорошо. Владимир Алексеевич, ну, я так понимаю, что вам надоело уже в Попад. Вы там почти полгода уже руководите. Нет, мне не надоело. Я считаю, что Попад должен быть. Там есть еще внутренние ресурсы, которые мы будем реализовывать. Будем принимать все меры. Но я хочу сказать одно. Пока к нам лицом не повернется департамент тарифа по Приморскому краю и не примет какое-то решение, либо это экономически обоснованный тариф, либо это возмещение затрат и расходов, которые были. Потому что сейчас Попад и администрация города Владивостока, она в заложниках от их решений, которые делаются. Понятно. Все, наше время кончилось. Я просто два слова тоже скажу. Кроме УФАС есть еще региональная комиссия по тарифам. И вот с этими структурами не то, чтобы надо разбираться, но с ними надо работать. Я думаю, что администрация города, транспортное управление, ну, и все мы должны каким-то образом на это повлиять. Иначе приличного транспорта в нашем городе не будет никогда. Всего доброго и до новых встреч.